всем привет меня зовут елена и я рада что вы заглянули на мой канал красотке сегодня речь пойдет о тональном креме так нашумевшим на ю тубе это и на of коллаген с spf 15 да 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 этому крему уже месяцев 10 как все о нем узнали но вот он дошел только до меня я решила что именно с вами хочу его протестировать точнее сказать рассказать о своих впечатлениях про этот тональный крем так как примерно уже в течение недели я его тестирую девчонки после первого применения мне он совершенно не понравился я не поняла вот этих вот всех хвалебных отзывов а вот этого хайпа по поводу этого крема но я дала ему еще один шанс и как оказалось крем повел себя очень даже классно заказывала я его с официального сайта на совместных закупках где я постоянно заказываю корейскую косметику никакого перевода здесь нет никакой инструкции здесь также нет здесь все у нас по-корейски единственное что я знаю со слов девчонок которые его уже тестировали девчонки которые бьюти-блогеры что здесь находится коллаген гиалурон и этот крем идет как увлажняющий да на самом деле этот тональный не дает никакого матового финиша после нанесения он усаживается но все равно у этого крема остается липкость и здесь у нас целых внимание 100 миллилитров 100 это как три бутылочки тонального крема которые обычно идут по 25 по 30 миллилитров так что думаю даже при каждодневном использовании мне этого крема точно хватит на год насколько я знаю стоимость этого крема примерно 10 долларов как сами видите бутылечек ничем особым не отличается на люкс не тянет но как бы это и не важно нам самое важное то что у нас внутри я нанесла уже тональный крем на руку и посмотрите он не жидкий но и в то же время не сильный плод не сильно плотный девчонки что хочу сказать плотность у этого крема когда вы наносите его на лицо нелегкая он очень хорошо как бы маскирует мелкие прыщики покраснения но это на мой конечно взгляд у меня как таковых сильных покраснений нет хотя сегодня утром у меня вот такой красавчик как знал что я буду тестировать этот крем вылез и вот сегодня мы это все и проверим с как это все он нам закрасить замаскирует и уберет далее что хотела сказать по поводу запаха многие говорили что у него очень сильно парфюмерная душка до отдушка у этого тонального сильная хочу сказать но при нанесении на лицо она полностью исчезает поэтому не бойтесь в течение дня вам этот запах совершенно не надоест и тем более как по мне это очень такой приятный аромат жасмина и давайте будем наносить на лицо хочу сказать что этот тональный я пробовала носить тремя способами пальчиками спонжиком и кистью если наносить пальцами то плотность получается такая больше среднего если мы наносим спонжем то плотность у нас получается такая более легкая и если мы наносим кистью мне как раз вот понравилось наносить этот тональный именно кистью на лицо вот это кисть это у нас до color из моего набора она не оставляет никаких разводов отлично тональный ложится ну и давайте начнем наносить его сейчас вы сами девчонки все увидите как он отлично ложится и мне нравится его покрытие я вместе с ним не использую даже не консилера никакого не корректора мне его вполне хватает на лице что еще хочу сказать поводу этого тонального девчонки у меня вот как многие говорят что он якобы не забивается ни в какие носогубки ни в какие морщинки нет у меня скажу честно вот в этих вот местах практически все тональные основы все-таки маленько западать есть такие которые западают сильнее есть которые меньше но удивли удивительно девчонки что этот крем западает меньше всего чем он мне и понравился если нанесу на одну сторону лица и мы с вами посмотрим разницу а так ну что как по мне да вот я смотрю на себя а вы видите как хорошо этот тональный выровнял тон кожи если смотреть по моему негоднику который у меня здесь появился то да он не до конца его перекрыл кстати пробовала наслаивать этот тональный крем и он отлично наслаивается он не создает никакой маски на лице и могу сказать что как все такие корейские крема он там на тонна полтона все-таки подстраиваться под цвет вашей кожи здесь у нас тональность таким скажем так сероватым подтоном 13 по моему идет с розовым подтоном а вот 23 он вообще уже прям такой темный-темный здесь мне кажется такой все-таки потом у этого тонального сероватый так ну что давайте нанесем на вторую сторону лица и я вернусь к вам так красотки мои я готова маленько за кадром сделала скульптурирование нанесла маленько хайлайтера и на губы нанесла помаду от ревлон это у меня ревлон ультра hd might lip color 645 оттенки вот такая вот помада и давайте теперь поговорим чуть-чуть еще о нашем коллагене что хочу вам сказать по поводу этого крема я считаю что все таки этот тональный подойдет на более прохладную погоду или для тем у кого совершенно сухая кожа насколько я знаю этот тональный можем можно наносить даже уже на лицо на котором только есть тонер или тоник какой-нибудь не требует как бы базы получается и отсюда вывод что здесь еще есть и уход в таком случае мне этот крем понравился честное слово мне понравился девчонки могу вам его рекомендовать подберите просто свой тон 13 светлый 21 средний и 23 он самый темный где-то примерно на полтона этот тональный подстраивается под цвет вашего лица единственный маленькая наверное минус все-таки у него это то что в течение дня он все-таки остается липковатым и если допустим приложить телефон к уху то будет такой знаете даже маленечко отпечаток на телефоне этого тонального носила я его как я уже говорила примерно 8 9 10 часов примерно где-то часа через два крем тональный начинает блестеть в т-зоне точнее не крема кожа начинает блестеть в т-зоне течение дня этот крем с вашего лица никуда не уползает я не заметила чтобы после того как я его поносила 8 9 часов у меня где-то образовались на лице проплешины или что-то да маленько может забиваться вот сюда в носогубные складочки может чуть-чуть подчеркнуть и на лбу чуть-чуть прям подчеркивает но вот такими движениями и все отлично он кстати можно его припудрить у кого жирная кожа если вы хотите его использовать но все-таки я оставлю этот тональный крем на более прохладную погоду вот и все что я хотела вам рассказать спасибо что были со мной и до новых встреч пока пока